Глава восемнадцатая. Джерри попадает в руки женщины и предоставляет Боба положиться на собственное счастье или на психологию. Придя в себя после ошеломляющих ударов, бродяги забрались в машину и начали массировать свои онемевшие подбородки. Долгое время они сидели как государственная комиссия, не приходя ни к какому решению. Они строили воздушные замки и разыгрывали роли, которые совершенно не соответствовали обстоятельствам. Но вот они догадались, совсем как в пьесе, подумать о цели, к которой каждый из них стремился. Боба держал путь в Чикаго на коронацию короля Хоба. Место назначения и смысл путешествия Джерри все еще были скрыты густым туманом. Он отправился на Средний Запад искать какой-нибудь работы, хотя мог бы отлично жить с милой женой в кредит и в рассрочку и без всякой работы. В такие минуты отчаяния и серой тоски Джерри скучал о жене, которая любила его прежде всего потому, что он мужчина, о своей жене, которую нужно было не понимать, а любить, потому что она всего лишь женщина. Джерри теперь обдумывал возвращение, но, по мнению Боба, эта мысль была совершенно безумна. Он красноречиво изображал огромные пространства в Миннесоте и Мичигане, занятые шахтами, шахтами, где Джерри мог создать себе блестящее будущее при помощи хиропрактики. — У каждого горняка имеются какие-нибудь повреждения спины, — говорил Боба. — Они извлекают железо и медь из недр земли, а ты начни извлекать доллары из их спин. — У меня нет официального разрешения заниматься хиропрактикой где-либо, кроме клиники Исака Риверса, — ответил Джерри. — Устройся тогда учителем и занимайся хиропрактикой побочно. Значительная часть американского народа живет на счет побочных заработков. — Хочешь сухарей? — Нет, спасибо, не хочу. — А Сахару? — Не хочется, от него только зубы портятся. Боба подкрепился дарами взятого с собой мешка и начал обстоятельно готовиться в путь. Он разулся, обсыпал ноги тальком, снова обулся и обещал пройти до вечера не менее двадцати миль. Они не чувствовали никаких угрызений совести, бросив на дороге старую машину и протягивая руки с поднятыми большими пальцами. Их чувство ответственности было усыплено в ту самую минуту, когда обманутый добряк, оказавший бескорыстную помощь, заговорил с ними обычным американским языком жестов и кулаков. Они знали прекрасно, что захватить школьную машину, а затем бросить ее на произвол судьбы, оба эти действия относились к числу небольших зол. А поскольку добро, по определению Аристотеля, находятся как раз посередине между двух зол, они чувствовали себя добродетельными и невинными. Бродяги знали по опыту, что подсесть на попутную машину легче при выезде из города, нежели при въезде в него. Тем не менее, друзья решили попытать счастье, и, наконец, судьба им улыбнулась. Правда, немного кривой, однобокой улыбкой. Какая-то очень хорошо одетая женщина, которая ехала одна в машине кремового цвета, пожелала иметь попутчиков и остановила свой экипаж, мягко присевший на рессорах. Она опустила боковое стекло, поглядела на стоящих мужчин и спросила, — Куда вы направляетесь? — На запад, — милая мисс, — ответил Джерри, подходя и наклоняясь к открытому окошку. У нас отказал мотор, и пришлось оставить машину в ремонте. Боба тоже пытался заглянуть в открытое окно, но Джерри заслонил его, взяв на этот раз инициативу в свои руки. Следуя указаниям Боба, он решил войти в новую роль, и поскольку жизнь была в основном сплошной актерской игрой, он хотел в полной мере использовать возможности своей роли. — Милая девушка, не можете ли вы нам помочь? Правда, мы бедные артисты и можем заплатить вам только благодарностью. Женщина посмотрела Джерри в глаза и улыбнулась. Это была не просто наигранная улыбка. Женщина была еще сравнительно молода. Кругленькая брюнетка лет двадцати пяти или пятидесяти с броским гримом. — Какой вы артист? — спросила она. — Певец. Мое имя Тина Росси. — Джерри, — воскликнул Боба за спиной товарища. — А моего товарища зовут Джерри, — продолжал Джерри, не смущаясь. — Джерри Ковак, контрабасист. Вы, вероятно, его тоже знаете. — Нет, не знаю, — ответила женщина, пытаясь поймать в поле зрения лицо Боба. Но Джерри снова загородил собою товарища, так как сомневался в его артистических возможностях и способности к перевоплощению. Боба, сознавал он это или нет, был актером только на одну единственную роль — безработного профессора психологии, который однажды попытался выступить в роли высокооплачиваемого каменщика, но очень быстро попал в число зрителей. — Одного из вас я могу взять, — сказала женщина. — Одного? — Совершенно верно. Может быть, вас? — Но мы оба едем на запад. Мы вместе. — Все равно. Я хочу только одного попутчика. Джерри отступил от окна и вопросительно поглядел на Боба. — Ну, кто из вас поедет? — спросила женщина, и в ее голосе послышался холодок. — Ни тот, ни другой, — ответил Джерри. — Мы хотим ехать вместе. — Окей. — сухо возразила женщина и, уже поднимая стекло, добавила. — Как я сказала, я хочу только одного мужчину? — Поезжай ты, — сказал Боба другу. — Одному мне будет легче устроиться. Встретимся в Чикаго. — А где именно? — Боба достал из кармана замусоленный конверт, быстро пробежал его глазами, а затем показал Джерри. — Зайди справиться обо мне в бюро розыска армии спасения. Вот адрес. Я буду в Чикаго, самое позднее, через две недели. Глаза Джерри сделались грустными. Тяжело было расставаться с попутчиком, хоть он и был обузой в дороге. Женщина стала проявлять нетерпение. — Ну, так кто же из вас поедет? — спросила она резко. — Я, — ответил Джерри. Он попрощался с товарищем и сел в машину рядом с женщиной. Машина тронулась, и психолог печально помахал рукой. Затем он усердно зашагал вперед с мешком сухарей под мышкой и стальковой присыпкой в башмаках. Зимнее солнце светило прямо в лицо, выпавший ночью снега, вслепительно блестел. Боба стал жевать черствый сухарь и, опираясь на свой тонкий дорожный посох психологии, мерно шагал, бормоча про себя. — Женщины удивительны, прямо-таки удивительны. Одни женщины стараются и добиваются, другие плачут и добиваются, но всегда добиваются своего. Как мы уже говорили, профессор Менвегин был психологом и, очевидно, благодаря этому плохим знатоком людей. Джерри Финн тоже был плохим знатоком людей, хотя и не был психологом. Но в нем было что-то, чем женщины восхищались, особенно женщины средних лет и немного постарше, которые хотели завоевывать после того, как сами были уже столько раз завоеваны. — Меня зовут Ирэн Болдин, — сказала женщина, когда они миновали Пейнсвилль и выехали на дорогу, ведущую в Кливленд. — А меня Джерри. То есть, простите, я хотел сказать, что моего товарища зовут Джерри, а я... — Тина Росси, — помогла женщина. — Я как-то слышал о ваше имя. — Наверное, по радио. — Возможно. Джерри вглядывался в ее лицо. Оно было совсем кукольным и обыкновенно красивым. — У вас элегантная машина, — проговорил Джерри, которого начинало тяготить молчание. — Немного старовато. Прошлогодняя модель. — И вы хорошо ведете. — Женщина улыбнулась и бросила быстрый взгляд на собеседника. — Мистер Росси, не хотите ли вы мне что-нибудь спеть? Джерри вздрогнул. Он уже забыл свою роль. — Я сегодня не в голосе, — пробормотал он. — Напойте в полголоса. Я люблю, когда напивают. — Мой врач запретил мне напивать. — Женщина убавила скорость и, свернув на обочину, остановила машину. — Тогда что же вы хотите делать? — спросила она нежно. У Джерри начало темнеть в глазах. Это произошло не в результате ношения слабых очков и не от употребления слишком крепких напитков, а от духов Ирэн Болдин и от того, что рука ее, как бы невзначай, схватила огрубевшую и обветренную руку хиропрактика. Женщина предложила своему попутчику сигарету и сказала — Отсюда еще двадцать минут езды до Кливленда. Вы хотите, чтобы я вас отвезла туда? — С удовольствием, мисс Болдин, если только это вас не затруднит. — Мне сегодня некуда торопиться. — Вы живете в Кливленде? — Нет, в Пейнсвилле. — В Пейнсвилле? Так мы же его давно проехали. На лице Ирэн Болдин заиграла таинственная улыбка Монны Лизы. — Я располагаю временем. Мой муж уехал в Нью-Йорк по торговым делам. Мистер Росси, ну, пожалуйста, спойте или напойте чуть-чуть. Джерри кашлянул, почесал кадык и покачал головой. — Право же горло у меня сегодня. Солнце светило через лобовое стекло и грело их лица. Настроение было несколько неопределенное. Джерри чувствовал себя так, словно украдкой заглянул сквозь замочную скважину в чужую комнату, в которую ничего не происходило. Он положил сигарету в пепельницу и проговорил. — Я очень не сожалею, миссис Болдин, что мне пришлось утруждать вас. Вы прекрасная женщина, достойная всяческого уважения и любви. Женщине показалось точно гостеприимный амур играл словами и голосом певца. Она научилась различать фразы со скрытым смыслом и теперь как будто угадывала, о какой любви говорил ей бедный певец. О любви надежной и легкой, как незаметная дырочка. — Мистер Рос. — Роси, — поправил Джерри. — Совершенно верно. Скажите по буквам. — Р-О-С-С-И. Роси. — Да, мистер Роси. Если вы хотите, я отвезу вас в Кливленд. — Не стоит. Это слишком большой крюк для вас. — Вовсе нет. У меня есть время. Я не состою ни в каком женском обществе. Миссис Болдин включила передачу, и они поехали. Долгое время не было произнесено ни слова. Тихий рок от мотора набивал приятное настроение, а из пепельницы шел еле заметный дымок, точно искодило. Вдруг Джерри заметил, что они свернули на узкую боковую дорогу, на которой не было ни рекламных щитов, ни пустых пивных бутылок, ни жилья поблизости. Миссис Болдин остановила машину возле голой дубовой рощи. — Теперь можно и поболтать немного, — сказала она, точно добрая знакомая. — Эта дорога в зимнее время очень спокойна. Видите, после снегоочистителя здесь еще никто не приезжал. Джерри ответил какой-то незначительной, но, впрочем, очень смелой фразой и стал с некоторым беспокойством ожидать продолжения разговора. — Вы, наверное, обиделись, что я оставила вашего товарища на дороге, — проговорила женщина так, точно просила извинения. — Нет, нисколько, миссис Болдин. — Можете называть меня Ирен. Я вынуждена была оставить его. Дело в том, видите ли, что нам предстояло ехать через Пейнсвиль, где у меня много знакомых. Все поймут, если со мной в машине сидит кто-нибудь из моих друзей. Но если бы меня увидели в обществе двоих мужчин, это сочли бы уже за неумеренность. Джерри не понимал, в чем тут неумеренность, и женщине пришлось расшевелить его застывшее воображение. Она схватила певца за руку выше локтя, посмотрела ему в глаза и сказала просто без обиняков. — Я люблю артистов. Почему вы не поцелуете меня? — Джерри подумал о жене, вспомнил ее болтовню, ее рассказов, в которых никогда не было конца, и пробормотал. — Миссис Болдин. — Говори Ирен. — Миссис Ирен, я женат. — Я тоже замужем. Четвертый раз. И если только муж согласится платить мне достаточные алименты, я разведусь немедленно. Но он скряга, отвратительный скряга. Ну, давай поцелуемся. По каким-то непонятным причинам поцелуй Джерри был лишен страстности. Такая мужская непредприимчивость, которую обычные нравственные понятия и церковь почитают великой, достойной подражания добродетелью, глубоко оскорбила чувства миссис Болдин. — Ты всегда так застенчив с женщинами? — спросила она ласковым голосом, и лицо ее приняло комично-противоречивое выражение. Она была одновременно похожа и на семнадцатилетнюю невинную школьницу, и на шестидесятилетнюю сводню. — Нет, — ответил Джерри медленно, словно и язык у него готов был отняться. — Не всегда. — Ну, конечно. Ты, наверное, имеешь дело с женщинами так часто, что... Миссис Болдин ждала, что певец докончит за нее фразу, но он медленно раскачивался и был по-человечески немного туповат. Такая честная нерасторопность являлась отчасти следствием того, что его жена Джоанн была так бесчестно активна. Джерри и теперь тащил за собой наследие своего короткого брачного союза, медлительность и пассивность. Поскольку и второй его поцелуй оказался довольно вялым и безжизненным, миссис Болдин закурила сигарету и сказала холодно и спокойно. — На лобовое стекло заиндивела. Вам не трудно пойти протереть его. Она дала певцу кусок замши и включила зажигание. Когда Джерри вышел из машины, женщина заперла дверь и сказала в открытое окно. — До Кливленда примерно шесть миль. Машина тронулась, и гражданин вселенной Джерри Финн остался стоять на дороге. Солнце уже давно убрало свою лампу, и беспомощная краюшка месяца была не в состоянии осветить мир. В Кливленде понятия не имели о трудностях. В центре города пылали неоновые огни, а в трущобных кварталах догорали, обугливаясь мечты. В ресторанах и барах люди убивали время, а в ночлежках били насекомых. Против железнодорожного вокзала New York Central System находился бар Тони, в который отъезжающие заходили выпить на дорогу стакан вина или бутылку пива. Владела баром француженка Мадам, блестящая коммерсантка, которая оставила свое прошлое в Чикаго восемь лет назад. За короткий срок она показала, что когда женщина берется за публичную деятельность, то деятельность внезапно становится публичной. Ее маленький кабачок то и дело попадал на страницы газет. Мадам не всегда успевала спросить возраст своих клиентов, и по этой причине ей постоянно приходилось платить штрафы за продажу алкогольных напитков несовершеннолетним. Бар получил свое имя в честь возлюбленного хозяйкиной молодости. Мадам посвятила свой кабачок памяти Тони, продемонстрировала этой практической мерой долготерпения любви, красоту обожания и определенный коммерческий талант. Посетители приходили и уходили, и только немногие успевали напиться допьяно. Но сегодня произошло отклонение от правила. Уважаемый постоянный посетитель бара, мистер Мартин Лурье, который по крайней мере два раза в неделю заходил выпить стаканчик сухого шерри перед отъездом, на этот раз никуда не думал торопиться. Он долгое время клевал носом у стойки, а затем перешел за маленький столик в дальнем углу кабачка. Это был человек средних лет, по должности инспектора автомобильного страхового общества, а по характеру чувствительный. У него было типичное лицо страхового агента, тонкая шея, похожая на торчащий пест маслобойки, и рот, напоминающий пуговичную петлю. Он хорошо одевался, а пил при случае еще лучше. Теперь он был мрачен, но мадам еще не успела справиться о причинах его мрачности, а только подносила страховому агенту стакан за стаканом, улыбаясь одними губами. Мистер Мартин Лурье понемножку разбавлял вино слезами и поднимал глаза каждый раз, когда открывалась дверь или менялась пластинка на автоматическом проигрывателе. Теперь взгляд его следил за незнакомцем, который выпрашивал у мадам глоток вина. По внешнему виду незнакомца довольно трудно было судить о его общественном положении. Он был похож отчасти на американского босика, а отчасти на школьного учителя, у которого большая семья и маленькие доходы. Незнакомец изъяснялся на хорошем языке в изысканных выражениях. Временами акцент его доносил прохладное дуновение британских островов. Когда мадам не согласилась угостить незнакомца бесплатно, мистер Лурье пожелал быть благодетелем. Такой сострадательный поступок как будто укрепил его колени, подкошенные горем. Он пригласил незнакомца к столу, назвал ему по буквам свое имя, представил краткие биографические сведения о себе и своей семье, после чего стал удерживать горькие рыдания внутри своего жесткого воротника. Незнакомец принял эти сведения с благодарностью и откровенно сообщил важнейшие данные о себе, правда, чуточку подкрашивая и принаряжая факты, ибо он заметил, что голая правда всегда подолгу зябнет на холоде, прежде чем хорошо защищенные человеческие сердца пустят ее погреться. Ложь, маленькая шустрая озорница, быстро бежит босиком улаживать свои дела, пока медлительная правда еще только натягивает сапоги на ноги. — Мое имя Финн, — сказал незнакомец. — Ф-И-Н-Н, Финн. Джерри Финн. Профессор медицины. — Вас удивляет, конечно, что я без денег. Мистер Лурье действительно был удивлен, и потому он сразу же получил подробный и драматический отчет о причинах случайного безденежья профессора. Профессор Финн выехал из Нью-Йорка на собственной машине. Он направлялся в Чикаго на очередной съезд врачей. И все ведь пустые хлопоты, потому что на этих конгрессах никогда ничего решить не могут. Установили только, что червеобразный отросток слепой кишки является атовистическим напоминанием о тех временах, когда человек ел сырое мясо и жил на деревьях. Ну вот, уважаемый сэр, значит, надо было ехать в Чикаго. Но в пути случилась ужасающая метель, страшнейшая во всемирной истории. Шикарный профессорский кадиллак, прошедший всего каких-нибудь несколько миль, врезался в телеграфный столб. Где? Ах, сэр, очень трудно теперь припомнить это место. Только было это где-то между Пейнсвиллем и Кливлендом. Автомобиль отправили в ремонт, а профессор пешочком пошел искать какую-нибудь гостиницу, постоялый двор или ресторан. И тогда его ограбили. В общем, самый обыкновенный случай. Вы ведь знаете, что в Америке за истекший год было 2 миллиона 600 тысяч случаев ограбления. Но это не все. Главное впереди. Грабители избили свою жертву и бросили посреди дороги. Однако профессор, физически сильный человек, бывший спортсмен, призер по ходьбе на дальней дистанции, и вот он бросил вызов суровым законам природы и шел, заметьте, сэр, шел более 15 миль пешком, чтобы к ночи добраться до Кливленда. И вот я здесь, — закончил Джерри свой рассказ, в котором почти совершенно не было рекламы, и стал ждать отклика. И отклик последовал. Мистер Лурье позабыл на мгновение о собственном горе и быстро спросил. — В какой компании застрахована ваша машина? Профессору Фину некогда было почесать в затылке, и он тотчас ответил. — В ЦАСОВЗАЧП. — Где? — В ЦАСОВЗАЧП. — Никогда не слыхал о таком обществе. Как его официальное номинование? Я имею в виду без сокращений. — Центральное автомобильно-страховое общество врачей, занимающихся частной практикой. Мистер Лурье покачал головой. — Честное слово, я не знаю такого общества. — Вот это странно. ЦАСОВЗАЧП — это как раз величайшее в мире страховое общество. — Нет, оно не величайшее в мире. Но давайте посмотрим. Мистер Лурье достал из кармана маленькую книжечку в красивом переплете. Это был календарь агента по страхованию автомобилей, который всегда поспевал за временем, как и полагается календарю. — В моей книжке такого общества нет, — сказал мистер Лурье. Джерри зажмулил глаза и пустился в дальнейшую вынужденную ложь. — Какого года у вас календарь, мистер Лурье? — Прошлого года, но здесь уже имеются добавления. — А когда сделано последнее добавление? — Минуточку. Три месяца назад. С тех пор новые общества не создавались. На лице Джерри засияла улыбка победителя. Он чуть не закричал. — Вот то-то и оно, мистер Лурье. ЦАСОВЗАЧП основано только неделю назад. Кстати, мистер Лурье, разрешите узнать ваше занятие, если не секрет? — Пожалуйста. Я представитель американского автомобильного объединения и районный инспектор двух автомобильно-страховых обществ. Джерри заморгал глазами и поспешил перевести разговор на другую тему. Он знал по опыту, что лучший способ отделаться от собственной лжи — это предоставить лгать другому. В обществе Боба у него развился талант слушателя, и сейчас маленькая хитрость снова помогла ему превратиться в слушателя. Убитый горем страховой агент сразу сделался чувствительным и возбужденный вином рассказал следующую историю. — Я, кажется, упоминал уже о том, что родился в Толедо. Само по себе это не имеет никакого значения, где я родился. Мои родители были людьми, как и все люди, и у меня чуткое сердце, как у всех чувствительных людей. По крайней мере, два раза в месяц я опускаю доллар в церковную кружку и на каждое Рождество жертвую армии спасения старую одежду. Но, как я уже сказал, у меня есть жена и четырнадцатилетний сын. Красивый мальчик. Ни капельки не похож на меня, хотя я, наверное, являюсь его отцом. Да, я отец моего мальчика. И теперь я потерял своего сына, горячо любимого сына Роберта. Мистер Лурье сделал паузу и зарыдал. — Я сочувствую вашему горю, мистер Лурье, — сказал Джерри. — Благодарю вас, профессор. Как врач вы, конечно, понимаете меня. — Я думаю, мистер Лурье, подобные случаи относятся к моей специальности. Я, видите ли, врач-психиатр, исследователь человеческой души, если можно так выразиться. — Поистине так можно выразиться, — всхлипнул несчастный отец и медленно продолжал свой рассказ, наблюдая за тем, чтобы мадам своевременно наливала стаканчики. — Да, господин профессор, я несчастнейший человек на земле. Если бы поискать десяток несчастнейших людей в мире, то я наверняка попал бы в их число. — Дорогой мой сынок... — От какой болезни он умер? — осторожно спросил Джерри. — Умер? О, нет, он не умер. Он убежал. Сегодня в середине дня. И я виноват в этом. Видите ли, дело было так. Вчера вечером я вернулся домой после двухдневной поездки. Поцеловал жену и лег спать. Сын хотел поговорить со мной, но я сказал, поговорим завтра. За утренним кофе я просматриваю газету, а сын робко говорит. — Отец, у меня к тебе небольшое дело. Я поглядел на него поверх газеты и спрашиваю. — Ты уже умылся? Смотри, не испачкай джемом рубашку. А сам продолжаю читать и вдруг опрокидываю кофе на скатерть. Это, конечно, была моя вина, но, увидев улыбку на лице сына, я пришел в бешенство. Я сказал, — Роберт, неужели твоя мать не научила тебя маломальски прилично вести себя за столом? Ну, не болтайся тут, ступай, поживи и в школу. И тогда Роберт встал из-за стола. Они переглянулись с матерью и обменялись какими-то словами. И затем он все-таки еще раз попытался приблизиться ко мне. Он сказал, — Отец, я и в самом деле хотел бы поговорить с тобой. Ну, тогда я уже немного вспылил и говорю, — Неужели ты не можешь дать отцу спокойно выпить чашку кофе? Я знаю твои дела. Разумеется, ты будешь клянчить денег. Или, может быть, ты получил плохую отметку или записку к родителям? Или ты надумал записаться в футбольную команду? Роберт начал собирать учебники и только сказал, — У других ребят отцы не такие. Я отбросил газету и заорал на него, — Не такие, как ты смеешь указывать отцу. Жена моя попробовала вставить какое-то разъясняющее слово, но оно ничего не разъяснило. Ну, говори, негодный, чего тебе надо, — сказал я сыну. Роберт посмотрел на свои ботинки и ответил, что он собирается жениться на какой-то девочке из их класса. — Жениться. Мой сын жениться. В четырнадцать лет. Я дал ему пощечину, и он, закусив губу, побежал в школу. Мистер Лурье заплакал в голос и снова разбавил свое вино слезами. И через мгновение он проговорил, заикаясь. Вечером Роберт не вернулся из школы домой. Он только прислал сказать, что решил убежать от нас. Тогда моя жена заметила, что из нашей спальни куда-то пропала книга, которую я читал обычно перед сном. Это был всемирно известный бестселлер доктора Хинцея «Женщина хочет мужа». Через минуту жена снова приходит и стоит в полной растерянности, не знает, как сообщить мне еще одну новость. Оказывается, сын захватил с собою и нашу машину. Это было для меня тяжелым ударом. Вы, вероятно, понимаете чувства отца, господин профессор? Все в моей жизни смешалось. Я намеревался ехать сегодня вечером в Чикаго и даже успел купить билет. Поезд отправляется через час. Но не могу же я теперь уехать, когда ничего не известно о судьбе моего сына. «Несчастный я человек, совсем несчастный. Бегство сына для меня означает потерю по крайней мере пяти тысяч долларов, так как завтра я должен был сделать в Чикаго хороший бизнес. Подумайте, господин профессор, пять тысяч долларов уплывают у меня прямо из-под самого носа. От этого я так несчастен, так несчастен. С детьми я одно только горе». «Это действительно тяжелая потеря», — согласился Джерри, заметив, что отцовские чувства страхового агента тесно связаны с долларами. «И билет у вас останется теперь неиспользованным?» — спросил попутно психиатр. «Конечно. Но это пустяк по сравнению с теми пятью тысячами». Джерри не зря проходил школу Хоба, школу трущобы. Он был внимательным учеником. После короткого представления страховой агент почти насильно всунул ему в руку железнодорожный билет, пять долларов и свою визитную карточку. У профессора, естественно, визитной карточки не было, потому что грабители отняли у него все. Как честный человек, он записал в книжечку страхового агента свое имя и весьма произвольный адрес, и грозился выслать ему из Чикаго немедленно чек на кругленькую сумму, а супруге букет рос телеграфным распоряжением. Профессор Финн обещал еще и многое другое, потому что десять стаканчиков Шерри сделали его щедрым и очень влиятельным человеком. Все элегантные дамы Нью-Йорка лечились теперь у него, а сенаторы были его друзьями. Страховой агент уже настолько утратил чувство меры, что профессор производил на него впечатление вполне соразмерное его состоянию. Мистер Лурье казалось совершенно естественным, что профессор Финн лучший в мире психиатр, так же, как и то, что дамы высшего круга Нью-Йорка слабоумны. Полная мадам, хозяйка бара, теперь улыбалась Джерри, говорила какие-то профессиональные любезности, французско-американские остроты и некоторые двусмысленности, которые всеми людьми понимаются в одном определенном смысле. Мистер Лурье уже дошел до той точки, которую врачи называют пятой степенью опьянения. Он плакал, плакал и, наконец, заснул. Профессор Финн вышел из кабачка с достоинством и, слегка покачиваясь. Через десять минут он уже удобно устроился на мягком сиденье вагона. Два часа спустя мистер Лурье проснулся, разбуженный ласковыми, заботливыми словами жены. — Мартин, Мартин, милый, я так и знала, что ты сидишь здесь. Глаза страхового агента открылись, точно смотровые глазки винного чана. Сознание постепенно вернулось к нему, и он вспомнил о своем горе. Но жена не позволила ему предаться слезам и начала поднимать его на ноги радостно лепеча. — Мартин, миленький, пойдем домой. Опять все хорошо. Роберт поссорился со своей невестой и только что вернулся домой. Он сказал, что никогда, никогда больше не женится. Страховой агент, поддерживаемый женой, направился к дверям и громко простонал. Но мой бизнес, мой большой бизнес, вот в чем вопрос. Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установки подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установки перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделки вагонкой, панелями ПВХ, установки подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903-689-3623. Геннадий Анатольевич